Всем зрителям большой привет, с вами Катархонт, это мультиплатформенная игра, которая доступна и на андроиды, и на АВС, и на компьютеры, и везде все вместе играют, это War Planet Online. Разработчиком данной игры является компания Gameloft. Ссылку, кстати, на игру вы найдете в описании, она совершенно бесплатна. И что же она из себя представляет? Ты строишь базу, улучшаешь свои строения, набираешь армию, раскачиваешься и постепенно становишься сильнее. Интересной особенностью игры является то, что вы стартуете на реальной карте мира. Именно в одной из точек этого мира у вас начальная база размещается, а также вы потом объединяетесь с кланами, переселяясь поближе к ними, образуя свои такие клановые объединения. Ну и конечно же все сражения проходят благодаря передвижению по этой карте мира, взаимодействию, скажем так, с армиями противников, которые находятся в той или иной точке. В начале, естественно, вас ждет небольшое обучение, где вам покажут разнообразные возможные фишки, как строить, как расширяться, для чего нужны те или иные ресурсы. То есть вас в голову и так в игру не бросят, вам дадут базовое обучение. Здесь смотрите-ка, интересный момент, когда мы запускаем ракету. Давайте-ка осуществляем запуск, это тоже частично обучение. Но интересно, к чему оно придет на самом деле. Космический корабль направляется в орбитальный штаб, и все системы работы нормальные, и кара лег на курс, расчетное время в поле 24 часа, не забудьте проверить его по возвращению. И кое-что особенное для нас, видите, штаб 5 уровня нам улучшили за это дело. И в целом, я так понимаю, корабль периодически отправляю, вы будете получать бонусы. То есть да, это стандартная схема для многих схожих игр, то, что надо периодически заходить, активировать что-то, получать ресурсы, бонусы и, естественно, от этого жить. Кроме того, здесь есть достаточно интересная жизнь, естественно, во фракциях. То есть вы можете выбрать любой альянс, туда вступите, и в каждом альянсе есть лимит бойцов, регионы, свои исследования, можете помогать друг другу. Вот запросы на помощь здесь в углу были, их прожимаешь, и ускоряется строительство у других членов альянса. Также можно в бои проводить альянсные, помогать кому-то из них в защите, либо же в атаке. В целом, клановая жизнь здесь выглядит достаточно интересно. Понятное дело, что мне надо разбираться, и за раз так все не расскажешь, но вроде как выглядит вполне себе годно. Основа всего развития базируется на двух ресурсах, это нефти и стали. Собственно говоря, добывают нефть, как вы понимаете, нефтедобыча, не стали добыча, два здания, с помощью которых вы будете получать базовые ресурсы, за которые и улучшаются здания. На 10 уровне штаба нам открывается новый ресурс, это химический завод, и в частности ресурсы именно с него. Это у нас получаются полимеры. Производство небольшое, хранение тоже вроде бы небольшого уровня, всего 13 тысяч. Производство склада, но ресурс достаточно важный и немало где нужный. На 16 уровне штаба открывается достаточно важное строительство, это ториевый завод. И после его постройки у нас появляется новый ресурс, это торий. И собственно говоря, вот они, все основные 4 ресурса, которые будут использоваться вами в данной игре. Понятное дело, что добыча здесь достаточно небыстрая, особенно тория, либо же химотовый элемент. Торий вообще добывается на 7 уровне всего 524. В то время как, ну давайте посмотрим на 9 уровне, тут не стали добывается 3000, нефти добывается тоже 3000 с лишним. Основой вашей защиты и атаки является ваша армия. Она состоит из 4 разных типов войск. Это бронетехника, штурм, артиллерия и ВВС. Собственно говоря, каждый из них, притом имея небольшие подуровни, то есть постепенно будет улучшаться. На следующих уровнях будет открываться более мощная техника, повышаться будут у него характеристики, активироваться свои какие-то бонусы. И естественно, как вы понимаете, увеличивается стоимость производства. В итоге такого развития на 32 уровне можно получить вообще авангард 11. Очень сильно подлетят все характеристики. Ну и вы видите, стоимость производства, конечно же, увеличится многократно. Но, как говорится, улучшение того стоит. То же самое есть и в других ветках. Также можно прокачаться до более высоких, скажем так, машин. Получить намного грозную технику, но все это будет постепенно. Начинаете вы, так скажем, с самого стандарта, с самых легких войск. Но они 4 направления, у каждого свои бонусы. Их надо комбинировать и умело использовать в бою. Естественно, кроме производства армии, надо еще ее улучшать. Для этого есть научно-исследовательская лаборатория, где 4 основных направления. Развитие, экономика, наступление и защита. Естественно, в каждом пункте есть свои виды улучшений. Постепенно будет прокачиваться. Можно прокачать скорость войск, например. Можно прокачать нагрузку, то есть увеличить грузоподъемность вашей армии. Можно, например, прокачать скорость производства нефти или же стали. Ну и, естественно, прокачать здоровье командира, либо же очки здоровья защиты. Все это, опять же, требует ресурсов и времени. В игре достаточно много задач, которые вам будут давать цели. Например, улучшить здание, сходить куда-то в бой, нанять себе защитника. Ну, к примеру, сейчас мы посмотрим на битву с ренегатами. Смотрите, здесь нам дают награду. Показывает, какая у армии у противника. 6 тысяч всего у нас тут 14, как бы 800. У нас намного больше армии, да и сил их. И, смотрите, награда интересна. То есть здесь какие-то контейнеры нам обещают опыт. Показывает нам уровень их командира. И атака стоит 10 энергии. Да, тут невозможно все время нападать. Энергия, так скажем, необходима. И смотрите, вот он наш лимит армии. Здесь мы можем выбрать как раз-таки того, кто поведет в битву. У каждого, кстати, свое время есть. Видите, креру какой-нибудь командующий, который более активен в атаке. Выберем с вами локер. И видим, что атака 10, а у него 60. То есть 6 атак вы за него можете провести. Я, наверное, всю армию отправлю. Давайте, чтобы красивый бой был. И ждем теперь, когда наша армия доберется. Естественно, это происходит не моментально. Минуту надо будет подождать, прежде чем они дойдут до нужного места. Ну и вот, остается буквально несколько секунд. Армия приближается к противнику. Постепенно рядом с ним располагается. И сейчас нас отправят в бой. Да, начинает атаку на ренегатов. Давайте-ка посмотрим. Бой здесь проходит достаточно на таком легком виде. Ты просто со стороны наблюдаешь. Но смотрите, здесь была супертехника, танк. Но благодаря масштабнейшему преимуществу мы просто разобрали все. Да, это был их командир на танке. У нас, как видите, командир на самолете, на вертушечке. И мы выиграем сталь, нефть, все дела. Закачиваем дело. И можем выходить из данного боя. Так как он был достаточно легкий и простой. Теперь, естественно, как вы понимаете, туда достижения наваливают за все. И теперь надо ждать возвращения армии. Очень аккуратно с этим стоит. Потому что сейчас у нас есть купол защиты, который не дает на нас нападать. Но со временем он уйдет. И, как вы понимаете, в таком раскладе смогут нападать другие противники на базу, грабить. Поэтому нужно держать армию в обороне. Иначе на вас случайно так кто-нибудь нападет, награбит в ненужный момент. И вы окажетесь в неудачном положении. У вас ресурсы выкрадут, армии нет. И вот так. Поэтому с этим действовать надо аккуратненько. И да, вот оно достижение. Задание выполнено. Нам дают сталь, нефть и тактические знания на один час. Если же говорить о карте масштабного мира, то здесь в целом-то доступно, что вы хотите. То есть можем открыть мир. Можем открыть регионы. То есть посмотреть подробнее, где их, что, как здесь вообще развивается. Где какие страны захвачены, какими альянсами. Где мы с вами вообще находимся на этой карте. Определили нас достаточно далеко. Мне бы в центральную, больше, Россию сюда. Но ладно, за Сибирь и за Сибирь. Это не проблема. Также есть более подробная карта, вот близкая, на которой мы с вами только что были. И нам здесь показывает стрелочка, где же мы с вами все-таки находимся. Как далеко, да? Рядом с Кнегинском. Ну и собственно с данной карты можно уйти еще и на базу. Давайте-ка вернемся. Наши войска как раз прибыли. Вот они здесь размещены. И что здесь в аэродроме в этом интересно вообще? Где у нас располагается войска? Здесь лимит. То есть максимальный лимит армии у нас 9300. Естественно, если мы захотим его увеличить, нам надо будет улучшать наше здание. И только при таком раскладе мы уже будем получать больше лимит. Притом каждое улучшение здания требует, к примеру, уровень какого-то стояния. Чаще всего это штаб. И также уровень каких-нибудь других построек, кроме ресурсов. То есть нельзя будет быстренько так раскачать до 10 уровня одно строение. Когда у вас штаб там 4 уровня. Нет, надо будет все равномерно раскачивать и постепенно подниматься. Я буквально недавно вам говорил о том, что здесь грабежи доступны. Но тоже, опять же, расстраиваться полностью не стоит. Есть здесь бункер, который защищает ресурсы от грабежей. К примеру, у нас он 6 уровня. И вы видите, часть каких ресурсов под защитой. То есть у вас все они украдут. У вас останется своеобразная база. С помощью которой вы сможете потом установить армию. Оборону свою, естественно. Так что здесь нет такой возможности, что вас полностью разрушат все. И все. Вы проиграете. Нет, защита, к счастью, реализована и полностью вы не потеряетесь в этом жестоком мире. Кроме того, интересно, что в игре реализованы ежедневные задания. И креору, смотрите. Мы часть выполнили, ежедневный вход. Там провести исследование. Провести 300 юнитов. Улучшить одно знание. Теперь если мы атакуем еще 3 лагеря ренегатов. Нам надут очки. Если добудем 25 тысяч нефти и залежи на карте мира. Отремонтируем сотню юнитов. Потом мы доберем очки до максимума. И за каждый уровень нам дают небольшие то ускорения, то кейсы. То еще какие-то бонусы. То есть заходя каждый день, вы в целом выполняя вот такие вот базовые задания. Вы будете неплохо так получать бонусы. То есть игра вас стимулирует заходить почаще. И тем самым увереннее развиваться. Кроме ежедневных заданий есть еще и ежедневные поставки. То есть вы можете активировать. У меня игре уже 10 тысяч стали сейчас дали. Я не так давно говорил вам о героях. И постепенно они будут открываться, как эти командный центр, когда следующий уровень ты сможешь их открыть. Но сейчас нам доступен один. И у него уже 10 уровень благодаря бонусам, которые у меня были. И смотрите, по прокачке уровня героя вы получаете, во-первых, повышение очков жизни у него и урона. То есть постепенно уйти до лимита, до которой вы можете его докачать. Также на каждом из уровней у него открываются свои особенности. Их всего 5, но каждая открывается на каком-то уровне, а потом еще на каком-то уровне она улучшается. То есть видите, уже на втором уровне амнибастер, который доп. урон цели. На первом уровне второй навык и на тринадцатом уровне откроется еще один навык. И вплоть до 50-го, когда урон от мода повысится на 300% в следующей атаке. Да, здесь есть такая стандартная раскачка героев вроде бы со своими навыками, особенностями. И они ведут в бой вашу основную армию. То есть от выбора командира будет немало зависеть того, как ваша армия будет вывать. То есть правильная подборка командира проведет к тому, что вроде бы одинаковые армии будут совершенно по-разному чувствовать себя на поле боя. Те вот самые спецоперации, то есть разведывательные данные, они нам нужны не просто так. А мы можем в таком здании, как разведбюро, провести спецоперацию, потратить данные ресурсы и захватить определенные моменты. То есть можем захватить нефть, можем захватить медали, между прочим. То есть медали здесь можно фармить с помощью разведресурсов. Да, немного, 15 единиц, но все же такая возможность есть. Смотрите, по мере прокачки вот как раз-таки командного этого центра нам открывается доступ к новым героям. У нас сейчас есть локер, а мы можем открыть любого, при том посмотреть по бонусам, что нам интереснее. То есть можно выбрать на штурм воина, можем выбрать на военно-воздушные силы, можем на артиллерию бонус взять, то есть на бронетехнику. То есть под любой стиль можно подобрать начального командующего, при том у них изначально будет свой бонус, то есть здесь больше войск будет вести. Это будет быстрее остановить выносливость, скорость колонны здесь добавляется, а здесь вместимость. Давайте возьмем быструю такую атакершу. Все, у нас еще один командующий, как вы понимаете, еще дополнительная энергия, и мы можем еще больше атак проводить. Прокачали гараж до 9 уровня, смотрите, тут нам теперь добавляется модернизация. То есть если у нас есть старые войска 1 уровня, то их можем модернизировать до войск 2 уровня, просто подождав. То есть не обязательно создавать их заново, а можно модернизировать старые, да, потратив ресурсы на это. Как видите, внизу показывает сколько. Но мы получим более совершенные войска, это удобно, безусловно, чтобы мусор не выкидывать, не сливать куда-то, а просто взять и улучшить. У нас появляется новая постройка, это завод высоких технологий, это на самом деле интересно. Различные снаряжения для командиров можно оборона производить, а также улучшать, чтобы открывать новые чертежи. И смотрите, здесь разнообразные в инвентаре, что у нас есть, это бронекабины, снаряды, то, что мы уже с вами произвели и накинули на командира обороны, дав им тем самым неплохие бонусы. Но также мы можем изготавливать самостоятельно какие-нибудь, например, экзоскелеты, чтобы получать бонусы, какие-нибудь импланты. Тем самым постепенно повышая характеристики командира. Здесь нам нужны ресурсы, которые надо добывать, как правило, в битвах с ренегатами, но чем чаще мы деремся, тем больше мы получаем бонусов, тем, как вы понимаете сами, мы можем лучше усиливать своих защитников. Новая постройка — это фабрика модов, и смотрите, что здесь можно. Здесь можно производить кассетные бомбы, орбиты, излучатели и прочее строение, то есть вещи, так скажем, которые будут в бою улучшать и наносить неплохой такой урон, бонусы к урону, выстрелам, сколько и как быстро активации. Проще говоря, это временные улучшения, то есть своеобразные навыки, которые вы можете применить, и тем самым неплохо так жахнуть по противнику. Потом, смотрите-ка, есть здесь интересные акции, которые проводятся в периодическое время, то есть акции силы. Очков встретиться, сколько мы набрали за сегодня? Мы набрали очень много, 57 миллионов, благодаря тому, что бустов очень много надавали, и в итоге прокачал ускорители, получил ускорители еще одни, и фишки. Естественно, потом я могу получить награду за рейтинг, здесь за первое место вообще неплохие бонусы, за второе, за третье, за десятое, но, как я вижу, акция рейтинга первая на моем, так что без проблем я его заберу. Также есть акция исследования фракции. Это вклад в исследование фракции ресурсами же, либо очками медалей, и постепенно тут тоже будут все бонусы. Два контейнера я получил, потом я еще буду тактическое ускорение получать, но, опять же, наград за рейтинг можно получать тоже бонусы. Атака взаимодействия фракции достаточно интересная, здесь, как и бои и помощь, можно кастать вот исследования, как раз то, что я делал, вот видите, здесь в определенный момент можно жертвовать сталь, либо другие ресурсы, также жертвовать медальки, притом на разные направления исследований. Когда участвует исследуется защита столицы региона, можно исследовать что-нибудь, очки жизнетехники или еще что угодно, то есть никто не запрещает, здесь может взяться скорость производства нефти, чтобы она больше и быстрее шла. Притом здесь есть красивая такая валюта, смотрите, сердечки, 30 сердечек у нас с вами есть, и мы можем их воткнуть куда угодно, в эгиду, то есть защиту купить, а можем в изменении имени. Притом это можно также за медали покупать, но и за кланную валюту никто не запрещает брать. Кроме того, если вы являетесь генералом или выше, у вас есть доступ к определенным ресурсам редким, за которые можно также покупать немалое количество всяких бустов и улучшений. Ну что, рискнем еще на ренегатов 11 уровня напасть, иди-идь, уже армия по 14, но зато здесь смотри, добыча уже трех контейнеров различных возможно, больше разведки и больше опыта. Начинаем наблюдать за сражением, 12 с лишним тысяч противника против 7 тысяч наших, ну да, это конечно печалит, смотри, с разных сторон атаки, притом танки, я так понимаю, здесь третьего уровня, судя по виду их пушек, у нас тоже такие были, но сейчас четвертые, мы единственное только этим его опережаем. Достаточно сильно он по нам бьет, собственно говоря, мы только сейчас выровнялись, притом у него тоже есть залпы неплохие такие, я бы тебе сказал, 10 уровень командующего тоже дает о себе знать. Где эти, мы потеряли уже танки все потеряли, у нас остается немножко арты, а мы можем, кстати, вполне себе проиграть так-то, если подумать, но вот более-менее сейчас только выравниваемся. Вот это уже битва на грани, то есть я, честно говоря, не знаю, все, без арты остались, мы не можем его командира победить. Хотя вроде как сейчас расправились, фух. Да, авиация лишь, наши вертушки лишь осилили этот бой, еще бы чуть-чуть и могла бы быть, на самом деле, все, поражение, а тут кое-как вытащили победу. Но это уже наш потолок, как я понимаю, выше уже пока лучше не ходить, 11 уровень это самое, так скажем, нормальное, что мы еще хоть как-то где-то можем побеждать. Здесь еще интересная, кстати, работа с VIP-системой, то есть ты не просто VIP-активируешь и по бонусам, либо же покупаешь его, но у VIP-уровня есть еще уровень, да. То есть ты можешь с первого и так прокачивать уровни, я вот докачал до восьмого, до седьмого с помощью бонусов, которые мне накинули, и до восьмого уже с помощью медалей. Можно, конечно, взять и девятую, но в чем суть всех этих уровней? То, что здесь даются бонусы, при том очень приятно, в частности, на бесплатное ускорение, то есть, скажу, у тебя там остается достроить 35 минут строению. Ты можешь всегда за бесплатное ускорить, ни один раз, ни два, ни три, а сколько угодно, если у тебя там стройка до 40 минут, ты можешь ускорять. Притом начальные постройки, как правило, по несколько минут, и там даже начального уровня VIP хватает. Также добавляют скорость производства, скорости колонны, емкости, нагрузки, скорости добычи, исследование ускорять. Но самое приятное, это бонусы против ренегатов, то есть скорость увеличивается, атака, здоровье, объем армии, то есть эти бонусы реально с ренегатами позволяют так неплохо бороться. Притом, рост за уровень, посмотрите, очень большой, на 10%, на 6% увеличивается, да? То есть, чем выше у вас уровень VIP, тем проще с ренегатами банально расправляться. Да и, естественно, ресурсы ваши добываются быстрее, армия движется быстрее, то есть бонусы налицо. Ну и куда же, конечно же, без общения в данной игре. Мне тут написал один соклановец, привет, ты по-русски говоришь, я такой привет, да? Собственно говоря, я так понимаю, за рождение общения, за рождение дружбы, меня очень радует. Сила клана 4 миллиона 773, и моя сила миллион 06. И, собственно, мне писал ее как раз-таки Лидиалор, Влады Грегоры, как вы помните. Собственно, вот такая вот игра у нас выходит. Интересная, затягивает, немало ресурсов, есть свои особенности вроде механики работы с генералами, с развитием, естественным взаимодействием в кланах. В целом, все самое такое вы видели в самом ролике, если его смотрели. Ссылку я еще раз напомню, оставлю на игру в описании, переходите, если вас заинтересовало, играйте. Возможно, я что-то не затронул, не отрицаю, но все же такую базу, основу игры я вам показал, то, как говорится, на чем вся эта игра у вас будет базироваться. Если вам был интересен данный ролик, то поддержите его лайком, не забывайте подписаться на канал, на группу ВКонтакте, прожимайте колокольчик, ну и да, заглядывайте на сервер в Дискорде. Там много всего интересного. Всем до скорых встреч в новых роликах!